Итак, я приветствую вас на нашем вебинаре, первом из серий. Посвящен он общему взгляду на бег как части природы человека. Предназначен в основном, конечно, для совсем начинающих, новичков и тех, кто даже еще не начал бежать, не побежал. Но тем же, кто уже включился в это безнадежное дело, надеюсь, оно вас завлекло, вовлекло. И даже если у вас возникли какие-то трудности, то мы постараемся их общими усилиями ликвидировать, справиться с ними, чтобы бег приносил только удовольствие и улучшение здоровья. Итак, начинаем нашу трансляцию. Общеизвестен факт, что человек, как эволюционное творение, творение природы или Господа Бога, как хотите это называйте, появился на планете почти 2,5 миллиона лет назад. И в отличие от других представителей природы, у человека имеется вертикальное положение тела, и это представляет собой определенные трудности. А в течение всего развития человека практически мы справляемся, наша природа справляется с этими последствиями, которые несет за собой прямохождение. Ученые назвали человеческий вид сначала Homo erectus, до того, как назвали Homo sapiens, то есть Homo erectus, человек выпрямленный. На вот этой маленькой картинке это третья стадия, если слева направо смотреть. То есть здесь в дальнейшем от этой стадии природа, в буквальном смысле, старалась сформировать наше тело и приспособить его наиболее лучшим образом к прямохождению. Самой большой трудностью при прямохождении для анатомии человека являются вертикальные колебания и необходимость поглощать их позвоночным столбом. Поэтому человек получил такую S-образную форму позвоночника. Фактически это некое подобие пружины, которая поглощает эти колебания. И здесь надо отметить, что у всех приматов и у остальных представителей животного мира позвоночник имеет форму латинской C или C. То есть у нас этого нет. И в дальнейшем человек только ходил и бегал. Большую часть из своих 2,4 миллионов лет эволюционного развития человек вел же образ жизни охотника-собирателя. Точнее, фактически 2 миллиона 390 тысяч лет до возникновения первичных, первых цивилизаций. Мы были, либо собирали, либо охотились. При таком образе жизни люди преодолевали большие расстояния шагом или бегом. И более 2 миллионов лет жизнь была наполнена именно такими действиями. Они в буквальном смысле формировали нашу анатомию. Формировали нашу анатомию. И к особенностям анатомии человека, благоприятствующему бегу, ходьбе и бегу, по сравнению с обезьянами, относятся, например, следующее. Это высокая и при этом узкая форма тела. Она необходима для терморегуляции и облегчению, точнее, снижению воздействия солнечной радиации. Наличие выи. Выи – это широкая связка сзади шеи. Она необходима для поддержания стабильного положения головы во время ходьбы и бега, во время даже просто стояния. Третья особенность – низкие и узкие плечи. Они способствуют фиксации туловища и предотвращают противовращение туловища и бедер при беге. Четвертое – это тугоподвижное крестово-подвздошное сочленение. В отличие от обезьян, у которых всего лишь 1-2 позвонка заблокированы у крестца, наш крестец представляет собой единую кость. И крестец вместе с тазом создают тазовое кольцо, которое снижает стрессовое воздействие на таз при вертикальном прямохождении или при беге. У человека имеются длинные ноги, которые способствуют и длинному шагу, и более хорошему вертикальному состоянию стабилизации. Продольный свод стопы, имеющийся у человека, всем известный, он представляет в себе стабильную структуру, которая тугоподвижная. И она используется при беге как запасание энергии. То есть в качестве перевернутой рессоры после приземления этот свод частично воплощается, и после прохождения вертикальной позы эта энергия высвобождается в виде подталкивания человека. У бегущего длинные ахилловые сухожилия и служат той же цели, в отличие от животных. Здесь вот видите, что ахилловые сухожилия занимают больше половины длины голени. Увеличенный пяточный бугор, то есть фактически это огромная пятка, которая здесь у нас присутствует. Она у обезьян гораздо менее крупная, и когда мы идем или бежим, это тоже помогает нам снизить ударную нагрузку. Палец большой ноги – это важнейшее отличие стопы человека от стопы, в первую очередь, человекообразных обезьян и других животных, он постоянно находится в таком положении, и он является стабилизатором, даже, я бы так сказал, называть таким якорем стопы, когда она стоит. И короткие пальцы ног, которые обезьянами используются для хватательных функций у человека, они нужны лишь для того, чтобы придавали нестабилизацию стопы при ходьбе, при стоянии и при беге в том числе. Все эти особенности, выделенные в многочисленных работах группы ученых Гарвардского университета, в частности Денниса Брамбла и Дэниела Либермана, они имеются в общем доступе. Кому интересно, более точно, можем дать ссылки. И здесь наши мышцы, вот очень хорошая картинка, показывающая отличие анатомии человека от анатомии обезьяны. Последние приспособлены больше для лазания по деревьям и по разным склонам, а также для медленного передвижения по кратковременному поверхности, у человека же длинные мышцы и длинные конечности способствуют нам к бегу. Если взять функциональные исследования, сравнивающие человека с бегающими животными, то последние выигрывают лишь на коротких расстояниях. В частности, вот эти скорости, которые приведены на этой диаграмме, на картинке, это скорости, которые животные развивают максимально при своем максимальном усилии. Человек же, если вы знаете, не больше 45 км в час развивает скорость спринтера. Но это лишь является подтверждением, что человек рожден не спринтером. Как быстробегущее создание, мы проигрываем практически большинству представителей животного мира, как маленьким, так и большим. Даже есть такой животный, вомбат, оно гораздо быстрее. Маленький грызун, который роет землю и проводит большую часть жизни под землей, он бежит все равно быстрее человека. Если же мы сместимся к расстояниям ближе к классическому марафону, 42 км, то здесь тренированный человек, как правило, обгоняет своих животных соперников, даже таких классических бегунов, как лошадь или волк. Лошадь и животные семейства лошади, они очень могут долго бежать, но если вы, может быть, слышали, в Англии ежегодно проводятся состязания человека-лошадь. И там расстояние составляет чуть менее 40 км. И исторически в большинстве таких забегов побеждал именно человек, а не наездник на лошади. Однако среди большого числа людей есть, почему-то существует предубеждение, что продолжительный бег, как спортивное занятие, как физическая активность, вредит для здоровья. Особенно врачи, ортодоксальные врачи, если человек приходит к врачу по поводу, на предмет обследоваться, стоит ли им начинать заниматься здоровительным бегом, а, наверное, 4 из 5 скажут, что бег вреден, особенно если есть какие-то заболевания опорно-двигзинного аппарата. И здесь я постараюсь немножко развеять эти мифы. Они, конечно, во многом освещены уже, но, тем не менее, вот самый первый такой постулат, который приводят врачи, это вред бега для суставов и для позвоночника. Ну, по поводу позвоночника я уже коснулся, да, что уже форма позвоночника, которая существует у человека более 2 миллионов лет, мы двигались только вертикально, и, тем не менее, мы не только выжили на этой планете, но и заняли доминирующее положение. То есть, если бы это был минусом нашей анатомии, то вряд ли бы мы могли занимать такое вот доминирующее положение. А суставы же, здесь, для примера, вот приведен коленный сустав, их особенность в том, что состоит, что хрящ, который является важнейшей частью строения сустава, он не имеет кровеносных сосудов. То есть, хрящ – это единственная ткань организма, которая получает питание диффузно. Даже твердая кость имеет огромное количество сосудов, капилляров, пронизывающих кость. Хрящ же этого не имеет. И для того, чтобы получать питательные вещества и кислород, получает он их из суставной жидкости синвяльной, которой микроскопическое количество. Суставная полость на самом деле не является никогда полостью, только при патологических состояниях она принимает форму полости. А так это щель, щелевидное пространство, заполненное смазкой. Так вот, чтобы полноценно сустав функционировал и получал питательные вещества, он должен сжиматься и разжиматься. То есть, фактически, мы должны двигаться не просто стоять вертикально, а именно сжимать и разжимать хрящ, как губку, как резинку, который, сжимаясь, выдавливает из себя жидкость, а расслабляясь, то есть, снимая с него давление, он в себя ее всасывает, как губка. Почему я привел здесь коленный сустав? Потому что он, как никто, хорошо показывает обширность суставной поверхности. В частности, здесь вы видите суставной хрящ головки бедренкости, который в состоянии покоя не касается сустава. И чтобы она полноценно касалась, нужно сгибать и разгибать колено в той амплитуде, с которой она двигается практически у любого здорового человека. Если же мы это не задействуем, то зачем тогда этот хрящ нам природа дала? И очень часто приходится отвечать на вопрос, меня люди задают, а вот у меня артроз там в такой-то степени, можно ли мне бегать? И фактически, конечно, здесь каждый случай индивидуален, но если нет полного истончения хряща и износа его, требующего фактически замены сустава, как сейчас делают операции по замене коленного сустава, то это повод сказать, что это не противопоказание, что заниматься человеку здоровительной ходьбой и бегом можно и нужно, и при соответствующем двигательном режиме возможно даже частичное восстановление этого хрящевого поверхности. К сожалению, все равно достаточно часто возникает состояние, когда у любителей бега болят суставы, и здесь можно сказать, что просто причиной чаще всего является неправильная или слишком быстрая увеличивающаяся нагрузка. Особенно этому способствуют такие тенденции, вот лозунги сейчас существуют, «ты можешь», «я сильная» и подобное им. И также нетерпимость, некая жадность людей до быстрых результатов. Надо понимать, что человек, если начинает бегать в относительно молодом возрасте, там 25-30 лет, после нескольких лет малоактивного образа жизни, имеют связки суставы, сухожилия, они просто не готовы к резко повышающейся нагрузке. И поэтому, надо, чтобы бег был действительно оздоровительным и не приносил вреда, нужно помимо бега заниматься технической тренировкой, то есть силовой тренировкой, которая специфична для бегунов. То есть не… Если человек ходил долгое время в тренажерный зал, занимался на тренажерах, да, он, конечно, более тренированный, чем тот, кто совсем не двигался, но бегуну необходимо заниматься той силовой подготовкой, которая будет развивать специфические его качества, его силы связок и приспособленность суставов к бегу, а также техника бега. К сожалению, очень часто, да практически в 100% случаев, люди считают, что бег общедоступный, такой легкий вид спорта, бегать умеют все, в отличие от играть в гольф или кататься на сноуборде, поэтому покупают кроссовки и начинают бегать. И отсюда второй такой вот миф, который приводит, ну не миф, а причину, который приводит для того, чтобы отрицать занятие бегом, это травматизм повышенный. Хотя по-правильному под травмой надо следует подразумевать именно острую травму, то есть подворотчивание голеностопа, какие-нибудь ушибы, ссадины, отпадений, не дай бог переломы или растяжения. В этом случае, конечно, никто не застрахован, но если вы бегаете по пересеченной местности или по скользкому покрытию, это особенно часто может случиться. Что же здесь можно сказать? Ну в первую очередь, конечно, использовать здравый смысл. Во-первых, не стоит переходить к бегу по разным таким опасным пересеченным поверхностям, пока вы не набрали достаточно опыта, просто для бега, то есть координации достаточной по безопасным дорожкам, какие-нибудь дорожка стадиона, ровная набережная или ровные парковые тропинки. И под опытом я здесь понимаю не только опыт, опытность бегуна и стаж занятий, но и также ту стабильность позы, которую вы способны поддерживать, силу мышц, крепких связок, беговую координацию. Если вы помните, или если вы знаете, например, практически во всех единоборствах сначала учат занимающихся падать, а не бороться. Чтобы обострить эту немножко ситуацию, представьте, что вы бежите по облизенелому покрытию, и здесь в этом случае, ну, по льду, правильная техника бега и хорошая координация, она будет вас спасать как никакое другое свойство ваших, ваш навык. Например, у меня есть кроссовки с остальными шипами, они сейчас в свободной продаже есть, наверняка многие из вас имеют такие или думали о покупке, но если бежать очень хорошо технически и не из стабильной позы, то можно бегать и без этих стальных шипов. Я, например, этой зимой много бегал по набережной, где поверхность чистят от падающего снега, но не до асфальта, и она очень скользкая, я всю зиму пробегал в кроссовках с обычной, немного репленой такой резиновой подошвой. Конечно, даже это не может огратить от травмы, но какой же спорт вообще возможен без травматизма? Ну, я думаю, шашки, шахматы даже травматичные, если играть большие. И вот то количество травм, которые перечислены на этой картинке, они могут, конечно, быть таким ужастиком небольшим. Вот на вебинаре по технике бега мы будем рассматривать по отдельности каждую из этих травм и как они возникают, как их предотвратить. И фактически все это можно свести до минимума. Конечно, нельзя полностью исключить. Как я говорю, без травматичных видов спорта не бывает. Но на самом деле, если люди полномерно повышают нагрузку, не превышают пределы прочности своих связок, своего опорно-двигательного аппарата, то это вполне можно избежать и улучшить свое здоровье, даже не волноваться об этом. Еще один часто приводимый, скорее в кулуарных разговорах, таких журналах, что женщинам бегать вообще не полезно, что женственность пострадает, что там какие-то еще будут вредить им моменты. И в числе первых причин называют, например, вертикальные колебания груди во время бега. Здесь уже это многими обсуждалось и говорилось. Конечно, сейчас прогресс бега в мировом масштабе настолько давно уже вошел в обиход, что производители спортивной экипировки делают очень много производит одежды для женщин, которая предотвратит это, какие-то негативные последствия для груди. Но здесь мы скажем, что техника бега, которая считается правильной, которую я называю естественной, разные источники называют по-разному, она как раз минимизирует вертикальные колебания, эти сведет до того физиологического привычного размера, что это не будет такой, может быть, парящим бегом, но он будет легким, и если вы его освоите, то он будет очень ощущаться естественно, так же, как ходьба и любой другой такой вид деятельности, мытье посуды, не имеющий таких вот отрицательных моментов. И отдельно для женщин таким ужастиком рисуют, что увеличение явления целлюлита объясняется это тем, что якобы при интенсивном беге образуются свободные радикалы, которые наоборот не препятствуют, точнее не убирают жировые отложения, а способствуют их образованию. И здесь могу сказать следующее, что во-первых, чтобы свободные радикалы образовывались в таком количестве, чтобы оказывали влияние на этот процесс, нужно бегать очень быстро и регулярно быстро, что вовсе не происходит с могу вас уверить, с большинством любителей бега практически со всеми, только с теми, кто со всем каким-то фанатичным обладает стремлением к быстрому бегу. Бегать надо в аэробном режиме, чтобы вы могли разговаривать, а не задыхаться. Кстати, говоря по этому поводу, ношение наушников во время бега и слушания музыки, оно не совсем полезно, не совсем хорошо, даже если это вам помогает сохранять ритм, сохранять какой-то настрой положительный. На самом деле тенденция такая, что когда вы бежите с наушниками и слушая музыку, вы стремитесь больше к перерабатыванию, к слишком быстрому бегу, и чтобы это предотвратить, нужно использовать пульсометр и следовать его показаниям. То есть рекомендация, которую даю я, начинающим и большинство источников по бегу, это нужно держать пульс на 150 ударов или ниже. Многие говорят, вот, а если я начинаю бежать, даже потихоньку, у меня там 170 и все, надо переходить на ходьбу, чтобы его снизить. Значит, надо переходить на ходьбу. Это так и есть, потому что реальность такова ваше состояние здоровья. И здесь второй момент, что именно тренируясь в таком режиме, в умеренном, пульсовой зоне, то есть 120, 130, 140 ударов в минуту, вы развиваете свою сердечно-сосудистую систему. То есть вы развиваете резервы, а не используете их. В то время, как при беге в превышении порога анаэробного обмена, то есть ближе к 170, вы развиваете свои другие качества. Потребление кислорода максимальное в свою пороговую скорость, но это уже продвинутый. То есть когда вы занимаетесь 2-3 месяца или больше, тогда можно только включать такие пробежки и то в небольшом количестве, 5-8, максимум 10% от общего объема бега. еще еще один такой пугающий фактор, который приводится, это уменьшение мышечной массы. Мол, при беге организм сжигает мышечную ткань, и в итоге спортсмены, вот такие бегуны становятся вот такими, как видите вы. Ну, это на самом деле, если посмотреть на профессиональных марафонцев, например, меня в том числе, несколько лет назад, может такое впечатление и создаться. Но почему-то это утверждение встречается и в популярных журналах, особенно женских. Ну, могу провести аналогию с предыдущим пунктом. То есть, чрезмерно быстрое увеличение объемов бега, в данном случае решающим является именно объем. Конечно, может повлечь сокращение мышечной массы организма, но если делать все полномерно и постепенно, то как раз включение бега, начиная с маленьких объемов, оно будет активизировать ваш метаболизм. И даже если, например, люди некоторые начинают бегать с целью похудеть, а их вес долгое время не снижается. То есть, снижается, но незначительно, не так, как они бы хотели. на самом деле, очень часто происходит, если тренироваться правильно, заниматься не только бегом, но и ОФП, делать физические силовые упражнения и восстановительные растяжки и так далее, то организм перестраивается на активацию метаболизма именно белка. То есть, проще говоря, ваш вес перемещается с жирового в белковый обмен, в белковые запасы. То есть, может вес не терять, но тело не становится дрябло, оно приобретает упругость, даже кожа приобретает упругость у бегунов по сравнению с небегунами, потому что коллаген, который в коже задержится, его синтез активизируется. Дополнительно к этому могу сказать, что некоторые говорят, вот мышечный белок используется при восстановлении после беговой нагрузки, чтобы этого не происходило, кушайте правильно, кушайте вовремя, не надо ограничивать себя, вот некоторые, чтобы сжечь жир там, да, после пробежали и не голодают, не едят там несколько часов. Как раз вот в эти первые час-полтора после окончания физической нагрузки происходит наиболее активное восстановление. И здесь вот адекватная своевременное питание, адекватное нагрузки полученные и будет способствовать не только сохранению мышечной энергии, но даже мышечной массы, но и ее увеличению. Что касается, даже есть еще такие утверждения, что и масса сердца уменьшается, то есть сердце дистрофическое имеет изменения. Но могу сказать, что вот у любого из этих парней, которые на картинке здесь их 8 человек, толщина миокарда примерно вдвое больше, чем у небегунов. То есть вот у меня при исследовании во время моих занятий бегом профессиональных, у меня толщина миокарда левого желудочка была 22 миллиметра, в то время как норма является 12. Эта гипертрофия тоже, конечно, несет определенную негативную момент, то есть негатив стоит в том, что нельзя такое сердце не нагружать. Но это уже второй, другой вопрос совсем, большинство из вас он не касается, зато касается вот такой вопрос. То есть вред бега утром вредно, организм спит, вечером тоже вредно, уже спать пора, вы нагрузку собираетесь давать. И к сожалению, современный человек он должен работать. И для занятий бегом остается только утро или вечер. Те счастливчики, которые могут позволить бегать днем, это либо начальники, либо предприниматели, достигшие высокой автономности своего бизнеса, они могут в любое время. Ну, что касается вредности утра или вечера, могу такую вещь сказать. Например, что чаще всего используют люди для пробуждения организма, если он еще спит. Ну, условно говоря, спит в кавычках. Вот мы проснулись, 6 утра, лицо сонное, чашечка кофе, конечно, через несколько минут после первых глотков глаза открываются, появляется бодрость, но давайте подумаем, разве это физиологично, разве это естественно, куда естественно будет принять холодный душ или сделать какую-то легкую гимнастику. так вот, если сделать это, умыться и потянуться, потом там какую-то умеренной активностью заняться и через полчаса выйти на пробежку, даже в самое холодное зимнее утро, это будет уже достаточно для того, чтобы организм проснулся и вредного воздействия на сосуды, на сердце, на вот эти вот дыхательную систему, этого уже не будет. То есть, в 6.30, пожалуйста, вы готовы, может быть, для разминочной фазы чуть больше времени потребуется, чем когда вы бегаете в выходной день, но только и всего. В остальном я, когда пишу тренировочные планы для своих подопечных бегунов-любителей, я им даю такую рекомендацию, то есть, когда вы у вас запланирована быстрая тренировка, а вы встаете рано, необходимость такая есть, просто посвятите разминке на там 10-15 минут больше и все будет нормально. вечерний бег. Конечно, вечером бегать поздно не рекомендуется. Я вот говорю, опять же, для своих занимающихся, что выходить на пробежку надо таким образом, чтобы вы финишировали не позже 9 вечера. Ну, или другой критерий, это не позже, чем за 2 часа до предполагаемого отхода ко сну. на самом деле, поскольку, опять же, большинство городских жителей имеют сидячий образ, точнее, рабочее место, сидячий образ рабочего графика, то здесь бег, пробежка будет являться для вас отдыхом, потому что еще в 19 веке русский ученый Иван Михайлович Сеченов сказал, что отдых это смена деятельности, то есть отдых это не пассивное лежание или сидение. Эту фразу вы наверняка слышали еще в школе, но почему-то она забывается. Это достаточно простая истина, и чтобы она бег не навредил, повторюсь, надо просто соблюсти один принцип. Провежка заканчиваться должна не позднее, чем за 2 часа до предполагаемого отхода ко сну. Если вы все же побежали позже этого срока, то надо завершить пробежку спокойной ходьбой в течение последних 10 минут. 10-15 минут ходьба спокойная успокаивает эмоции, успокаивает функциональные системы, и это, кстати, фактор используется, это свойство ходьбы используется широко в лечебно-орфилактических учреждениях, в санаториях разных, а также даже на сборах профессиональных спортсменов. мы часто использовали, то есть уже задолго после ужина перед сном выходили просто пройтись, чтобы лучше заснуть. И такой самый часто встречающий последний компонент это бега, давление бега и долголетие. Почему-то есть утверждения и такие вот верования, что бегуны живут меньше, чем не бегающие люди. во-первых, могу сказать, что качество жизни совсем другое. Если взять среднего советского, теперь российского гражданина, который, выходя на пенсию, мысленно ставит себе такое, ну все, жизнь заканчивается, надо теперь спокойно себя вести, сидеть на скамеечке, бабушки обсуждают свои новости, дедушки свои. А где бы вы предпочли быть из этих двух фотографий? Конечно, надо понимать, что в пожилом возрасте, особенно если вы начинаете, кто-то начинает бег после 50, нагрузки надо существенно ниже иметь, а если вы занимались долго, то снижать их. И интенсивность их, и объем. Но завершать вот эти занятия бегом причин нет больших. другое дело, что если вы начинаете, кто-то начинает и состояние сердца не очень хорошее, то нужно чередовать бег-ходьбу, что будет и нагрузку дозировать на суставы, и нагрузку на сердце. Если же кто-то приводит, да, вот спортсмены живут меньше, ну, профессиональный спорт, да, он, конечно, изнашивает организм, изнашивает вот, извините. И плохое состояние здоровья спортсменов профессиональных после окончания карьеры, оно не учитывает факторы, такие как бытовые ограничения во время спорта и резкий переменный образ жизни. любителей же спорта это фактически не касается. И в любом случае серьезных статистических исследований на этот счет не проводилось, поэтому могу вас уверить, это вовсе не не является, не должно являться для вас отпугивающим фактором от бега. Что же можно, какой же итог подвести из вышесказанного? Надеюсь, что я привел достаточно убедительные аргументы для оправдания здоровительного бега, что это самый простой, недорогой и главное естественный для человеческого организма способ улучшить здоровье и поддержать его состояние. Достигайте это через возвращение к основам просто функционирования организма. Я в своем семинаре «Естественный бег», очном семинаре, более подробно рассказываю об этом, что то, что коснулся вначале, что бег сформировал нашу физиологию, нашу анатомию и как раз неестественными видами спорта является тренажерный зал. он позволяет дозировать нагрузку в период выздоровления. это босое состояние человека, босоногое, которое будет способствовать помогать вам развивать ваши резервы естественные, в частности, силу и стабилизирующую способность стоп. Но это уже отдельная тема. И раз в силу развития цивилизации нам приходится изменять свою активность, то нивелировать ее негативное воздействие этой цивилизации как раз можно в частности через занятие бегом. Сейчас я бы хотел перейти к вопросам и ответам. Где бегать, если в городе мало парков? Вредно ли бегать по городу не в парке? Владимир спрашивает. Конечно, как вы правильно понимаете, бегать в парке или в лесу предпочтительнее. Но, как ни странно, я вот раньше был очень большим сторонником бегать только по грунту, сам бегаю в лесу, живу рядом с лесом. Но вот после некоторых последних обучающих информации я понял, что бегать совсем не вредно по асфальту, а скорее надо заботиться о том, чтобы вы дышали чистым воздухом. То есть, если вам приходится бегать по улицам города, то выбирайте улочки, где нету большого интенсивного движения, чтобы не было пыли, не было загрязнений атмосферных, и тогда вы будете в большей безопасности. Хруст суставов, колени, стопы при беге стоит что-то против этого предпринимать. да, нужно делать упражнения, то есть, чем более широкую, большую амплитуду суставов вы используете, тем лучше вы их приспосабливаете к бегу. Это, во-первых, растяжка, стретчинг с использованием крайних положений, в частности, коленные суставы чаще всего хрустят, и также приседания. Хочу заметить, что, конечно, вы должны здесь через врачебные обследования пройти, то есть, чтобы, причем желательно, чтобы был врач не просто травматолог-ортопед, а человек, имеющий дело со спортивными травмами, со спортсменами, которые более квалифицированно подскажут, что именно. Ну, вот у меня, для меня это актуально, то есть, у меня оба колена оперированных за время профессионального спорта, и могу вас уверить, я вот сейчас бегаю с естественной техникой бега, которую продвигаю в массы, у меня даже сейчас вот на левом колене минус поврежденный, и я с ним бегаю вообще без всяких негативных моментов, ощущений, просто надо бегать правильно и делать упражнения, то есть, чтобы бегать, надо не только бегать, но и другими занятиями. Как правильно бежать в плане постановки стопой? Где-то видел, надо практикую первое касание на костяшку, которое прикрепляется к пальцу, но это очень сложно. здесь вы правильно слышали, правильно пытаетесь практиковать. Здесь, чтобы все это было безвредно и привычно, надо делать упражнения, беговые упражнения, силовые упражнения. Мы этому посвятим отдельный вебинар, планируем посвятить, либо, если есть возможность, посетите семинар, который очный мы проводим, но, к сожалению, количество городов ограничено, чаще всего это Москва, Екатеринбург был в этом году, Нижний Новгород, возможно, будет больше. Если у кого-то есть возможности, желание помочь в организации, пишите мне на почту или команде моей team собаколеонидшвецов.ру Но здесь важно, чтобы не навредить, чтобы не бегая с приземлением на передней части стопы не вызвать другую травму, нужно еще и к этому готовиться силовыми упражнениями. А есть ли разница между различными техниками бега? Естественный бег, ци-бег, поздний метод и драг далее. Какую выбрать? Смотрите, вот все эти перечисленные вами, есть просто бег, вот есть бег, а есть джогинг. Вот это две разные вещи. Джогинг это гибрид бега и ходьбы, то, на что вас провоцирует ношение кроссовок с большой пяткой, с толстой пяткой, с сильной амортизацией. Если вы бежите босиком, то вы почувствуете сразу, что это больно. По твердой поверхности, особенно не по пляжному песочку. И приземляться на пятку больно. И вы тогда через некоторое время будете делать более короткие шаги, более частые, и будете приземляться не на пятку, а на середину стопы, так называемую. Цибег и поздный метод это методы. Это методы преподавания техники бега, методы обучения ее. Не стоит считать, что поздный метод бега это бега. Это поздный метод обучения бега. Он хорош, просто он кому-то не нравится, кому-то не подходит. естественный бег, это термин возникший, я думаю, из моих уст, когда мы книжку переводили, когда я переводил книжку Natural Running, мы пришли к выводу с издателями, что давайте будем использовать естественный бег. Потому что Natural, слово Nature, это не только естество, но и природа. То есть природный бег, так называемый, тот, который был присущ человеку с тех самых начала тех времен, когда он выпрямился и стал замен прямохождение. Расскажете по технике бега львы буровые? Да, я буду рассказывать, но вот прошу вас следить, вы все, кто сегодня прослушал этот вебинар, получите в рассылке, она будет нечасто, я обещаю, не будем заспамивать ваш почтовый ящик, будет отдельный вебинар по технике бега, где коснемся это, но вот в целом такие вот те три принципа, те три столпа естественного бега, это поза, ритм расслабления, то есть поза, это прямолинейное положение тела, выпрямленное без наклона, без перегиба вперед, второй, это ритм, ритм или частота шага близкая к 180, между 170 и 190 вот такой диапазон, то есть у каждого антропометрические данные разные, не только рост, но и соотношение длины тела и длины ног, и вот этот диапазон 170 и 190 он является таким оптимальным, если вы бежите реже, то значит вы затягиваете шаги и бежите с пятки неэффективно, если вы бежите чаще, значит вы спринтуете, значит вы догоняете наверное уходящие автобусы или электричку, то же самое по выбору обуви, это достаточно сложный вопрос, гораздо более сложный, чем просто прийти в магазин беговой обуви, спортивный магазин, где вам порекомендуют, нет, это чуть более сложный, и я его коснусь пошире, я бегаю, но нерегулярно, 52 года, спортивный, 3-4 километра, чувствую себя отлично, каким образом повысить объем бега, есть такое золотое правило повышение объема бега 10% в неделю, то есть если вы хотите увеличить свой беговой объем, посчитайте сколько вы бегаете в неделю и прибавляйте 10%, не значит 10% в каждой пробежке, это может быть вы бегаете 3-4, допустим, 4 раза, бегаете, начните бегать 4 километра 3 раза, и 5 раз, точнее, четвертый раз проведите 5, но самый главный вот этот принцип 10% в неделю надо соблюдать, это не значит, что каждый, опять же, не каждую неделю надо повышать на 10, вы можете в какой-то момент почувствовали усталость, то есть ваш организм сигнализирует, что вы приближаетесь к своему такому некому лимиту временному, он лимит этот временный, сбавьте опять назад, сделайте себе разгрузочную неделю, и потом вы сможете снова увеличить, а вот этот принцип волнообразности в восстановлении, он и справедлив не только от дня к дню, от недели к неделе, и даже от месяца к месяцу некоторым образом, особенно это касается людей, которые бегают полумарафон, марафон и так далее, то есть, готовясь к марафону, мы повышаем беговой объем недельный, потом надо его снизить, чтобы организм отошел, восстановился, и потом снова можно увеличивать, что является показателем, что человек, любитель бега, готов к своему первому полумарафону или марафону, ну, если вам комфортно, вы можете пробежать в аэробном режиме километров 15-16, и повторить это более одного-двух раз, значит, вы готовы стартануть, принять участие в полумарафоне, потому что в день старта вы будете переполнены эмоциями, вы будете, ваш организм должен быть отдохнувшим, то есть, вы должны сделать неделю такую разрушенную перед этим полумарафоном, и, соответственно, пробежите, получив удовольствие, не закончив его с вытрашенными глазами и не на носилках экстренной помощи. То же самое и касается марафона, здесь, конечно, немножко более специфичный момент, потому что помимо длительности нагрузки любой организм, любого человека приближается к истощению запасов, естественных запасов гликогена в районе 30-32 километра, и здесь вам надо сделать несколько тренировок в как бы достигая этот предел, то есть двухчасовой такой некий лимит временной, у кого-то это займет 20 километров, у кого-то 25, вот таких забегов вам надо сделать 4-5 за время подготовки, и все время подготовки, которое вы непосредственно должны посвятить марафону, если это с нуля, то это около года, с постепенным повышением объема нагрузки по принципу, который я только что сказал. Если вы уже бегун такой со стажем, но бегаете меньше, то есть в пределах 15-20 километров ваша максимальная длительность пробежки, то месяца 4 такой вот подготовки с повышением объема, а также с использованием силовой такой базовой подготовки, вот позволит вам судить, что вы готовы пробежать марафон. В тренировках бегать больше 30-32 километров любителям, да и даже и сам, я в противополучии профессионалам не рекомендую, потому что вы достигнете уже пробежав 30 километров 2-3 раза, то есть постепенно увеличивая эту пробежку, вы уже достигнете того тренирующего момента, который необходим. А в день марафона весь этот опять же адреналин, общий настрой и соответствующее питание во время бега, они вам позволят преодолеть 42 километра без какого-то существенного негатива с определенным преодолением себя, но без вредных последствий организма. Как часто надо пить при беге достаточно простой воды при забегах на 20-30 километров или нужно какое-то дополнительное питание, глюкоза, соль и так далее. если продолжительность пробежки тренировочного занятия более 45-50 минут, особенно если погода теплая, конечно, желательно пить с собой, брать, и периодичность питья должна составлять где-то около 15-20-25 минут, условно говоря, 4-5 километров каждый, вы должны попить, выпить от 50 до 150 миллилитров. Больше смысла пить нету за раз, потому что желудок просто не сможет, он будет булькать у вас вода в желудке. Если не можете много выпить, пейте чаще. То же самое касается и дополнительного питания. Если у вас тренировка менее полутора часов, то достаточно будет просто изотоник спортивного напитка, который содержит все нужные компоненты, можно делать гипотоник, то есть менее компетеринный раствор этого спортивного напитка, который содержит соли, хотя бы даже хлорид натрия. Конечно, сейчас практически все производители делают более комплексный состав и по минералам, и по углеводам, то есть не только глюкозу добавляют, но и так называемые декстраны, которые более плавно обеспечивают более плавное поступление питательных веществ в кровь и лучше приспособят вас к такой пробежке. Если полтора часа и более, то есть час сорок, два часа, то им целесообразно будет применять и гели спортивные. Конечно, можно обойтись и без них, можно обойтись бананом, если кто-то такой сторонник естественного питания, но гели позволят вам бежать достаточно долго, если вы уже тренированный бегун-любитель, можете бежать, там некоторые 3-4 часа бегают с таким простым питанием, либо гели энергетические, либо таблетки энергетические большие. Два вопроса. Начала бегать 2-3 месяца назад по вашему видео о технике естественного бега. Можно ли прислать вам видео, чтобы вы проверили правильно, я выполняю? Да, можно, это платная услуга, пожалуйста, пишите мне на почту info собак leonidshilzov.ru эта почта есть на сайте на моем, пишите, я вам дам необходимую информацию. Прошу уточнить пробег с утра, чтобы бежать через 30 минут после пробуждения, получается, что нужно бежать натощак, правильно ли я понимаю? Не совсем правильно, смотрите, многие люди бегают натощак, это те люди, которые просто желудок их не принимает еду перед бегом, перед нагрузкой, не только бегом. На самом деле есть огромное количество продуктов, которые не требуют такого усиленного переваривания и не будут вызывать дискомфорт. К естественным я отнесу сухофрукты. Если вы встанете и выпьете стакан воды, это важно не только для бега, важно для общего здорового образа жизни после того, как вы проснулись, надо выпить стакан воды. Во-первых, ваш организм во время сна теряет влагу с дыханием и с образованием мочи. То есть практически каждый из нас идет в туалет сначала и потом умывается. Стакан воды. потом если вы выходите на пробежку съесть либо изюм, курага, банан, что хотите. Если это дискомфорт вызывает, то энергетические батончики. Это могут быть и более специализированные спортивные батончики, и могут быть простые овсяные батончики, которые не вызовут дискомфорта. и завтрак вообще самый важный прием пищи помимо привнесения питательных веществ он несет функцию активизации метаболизма. То есть скушав небольшое количество какой-то пищи простой, мы поднимаем таким образом свой обмен веществ на другой уровень. То есть после сонного такого состояния организм легче включается в бодрствование. Да, и 30 минут это такое условное, то есть 30 минут минимум, некоторые через час могут. У меня один из моих подопечных, он вставал в 5, выпивал воды, читал молитву, потом медитировал, потом делал какую-то растяжку и только через час выбегал, 6 выбегал. Вот такой на самом деле в 5 не так уж сложно вставать, если речь в 10, в 10.30. Я, например, в 5 часов пол, что практически каждый день встаю, в том числе в выходные дни. Сколько раз в неделю нужно бегать? Как разнообразить тренировки? Как часто делать СБУ, специальные беговые упражнения? Минимальное количество бега, чтобы он был эффективным, приносил тренирующий эффект, это 3 раза в неделю. то есть, если у вас интервал между тренировками беговыми более 48 часов, то вот этот тренирующий развивающий эффект снижается. Лучше, конечно, бегать лучше один раз, чем ни разу. Есть люди, которые выходят на лыжную прогулку по воскресеньям, это все лучше, чем ничего не делать, чем просиживать у телевизора. Но если вы хотите развиваться, развивать свою сердечно-сосудистую систему, опорно-двигательную, то вот 3 раза в неделю это хороший начальный такой уровень. Когда же для тех же, кто уже регулярный бегун и со стажем более одного года, то более 6 дней в неделю тоже нехорошо, хотя бы один раз в неделю надо делать полный отдых. Что касается беговых упражнений, то также 3 раза в неделю это вот когда вы начинаете осваивать, если вы их узнали, там, прочитали или тренер вам показал, желательно их делать первые 2-3 месяца 3 раза в неделю. Делать это вот почему надо, потому что если вы осознали, поняли, что у вас техника бега неестественная, то есть вы бежите с пятки перекатом широкими шагами и хотите исправить, то фактически вы должны выработать у себя новый навык, новый двигательный стереотип. это вовлекает в себя целую серию таких физиологических реакций, в частности передачи нервно-мышечного импульса, то есть мышцы должны начать сокращаться в другом режиме и при приземлении, и при отталкивании. И если это делать эпизодически, то вы фактически будете делать во время тренировки с беговыми упражнениями, вы будете вырабатывать у себя новый навык, а бегая другие, делая другие тренировки без них, вы будете опять возвращать старые. Поэтому если вы встаете на путь выработки техники бега правильной, то следует уменьшить, если вы уже бегун со стажем, уменьшить свой недельный объем практически вдвое. То есть делать небольшую разминку, разминочную фазу, разогреть мышцы, чтобы и суставы, потом делать серию беговых упражнений в достаточном количестве, но не более чем там 20-20 5 минут, даже 15 минут будет достаточно. И потом после этого небольшую заминочную фазу, во время которой вы должны стараться соблюдать те принципы двигательные, которые вы проработали, обострили во время беговых упражнений. Тогда вы будете двигаться по пути прогресса в это направление. Что думаешь про средства восстановления типа роликов для самомассажа, триггерпоинт и прочее. Очень хорошая вещь. Автор книги «Анатомия для бегунов» Джейд Бичери, книга, которая является у многих тренеров настольной, в частности, в том числе у меня, к сожалению, она не переведена, но кто английским языком владеет, тот может ее купить. «Anatomy for Runners» она называется. Он говорит, что если бы бегун при рождении знал, что он будет бегуном, то самым лучшим подарком к его дню рождения был бы такой вот ролик. Они достаточно дорогие, но можно что-то приспособить даже просто кусок 110-й трубы канализационной отрезать, обмотать вокруг него упругую какой-то такой вспененный материал и использовать его. либо купить массажный ролик мне нравится лучше, чем Треггерпоинт, мне нравится Blackroll, он, во-первых, дешевле и он, не знаю, мне практичность его больше нравится. Но это при предпочтении каждой у своей, поэтому здесь это не рекламное заявление, это мое личное мнение. Друзья, спасибо за внимание большое, я вас, к сожалению, не вижу и даже не вижу скок у вас, человек, еще раз приношу извинения за технические неполадки, которые вызваны, мы вчера все оттестировали, проверили, но вот, тем не менее, высокие технологии, они имеют и такой побочный эффект. Я рад, что мне показывает модератор, 72 человека сегодня меня слушали, приглашаю вас к прослушиванию последующих вебинаров, они будут нечасто, примерно раз в 3-4 недели посвящены разным темам, вы все эти темы получите. Если кто-то чьи-то вопросы не ответили, не ответил, мои ребята их запишут, я постараюсь их осветить просто в какой-то статье и выложить их на свой сайт, где вы сможете прочитать, они будут полезны не только для тех, кто задал эти вопросы, но и для других участников я очень это надеюсь. Надеюсь, что вам полезно было, интересно сегодня, что-то может быть узнали новое, хотя бы процентов 10. Бегайте, пожалуйста, те, кто не бегал, пробуйте, начинайте, я уверен, вам это понравится. Спасибо за внимание.